всем привет ребята на связи грим оптимисты как и обещал хочу сделать такой небольшой обзор своего нового скажем так ноута хотя по факту он не новый брал я его с рук то есть он был но в хорошем состоянии обзор моего старого ноута я делал недавно на канале если не смотрели то обязательно гляньте если не забуду дам ссылочку в описании данный ноутбук в отличие от своего предшественника имеет диагональ уже не 12 14 дюймов и я вам скажу вот сразу же то что это для меня многовато для моих задач но так еще как бы терпимо но впритык то есть по размеру он уже никоим образом не напоминает какой-то там нетбук или что-то подобное то есть это полноценный ноут просто который не очень большой да ну зажигалка опять же говорю здесь для сравнения размеров чтобы примерно поняли да и данная модель сейчас ребят скажу как называется потому что на память такие вещи озвучить довольно сложно samsung np530 у 4c с 02 ru ну название я это укажу чтобы если кому интересно мог спокойно это загуглить данная модель уже давно не производится купить его новым невозможно и это не что иное как ультра бук от самсунга данное устройство имея достаточно интересные характеристики во первых здесь есть ssd но как показала практика прикол в том что этот ssd он ну не используется для я сначала думал на нем стоит операционная система потом оказалось то что на этом ssd стоит не стоит вернее он используется для как это там блин на г как называли как называется в общем суть в том что система туда к все из оперативной памяти сохраняет при выключении компа в общем крайне спорная функция я слышу что если накатить сюда linux то можно его и ну и сам linux поставить на этот ssd шник но как по мне это это довольно странно вообще не знаю лучше бы они поставили сюда ssd чуть побольше там хотя бы на 32 гига и никому что можно было на него накатить операционную систему это было бы гораздо круче также здесь стоит жесткий диск на 1 терабайт что уже вполне себе неплохо даже по современным меркам мало какие ноуты имеют винт над эрик да это уже любопытно что касается его характеристик то тут стоит intel core i3 3 2377 м до двухъядерный процессор конечно мощностью не какой-то не отличается но тем не менее он мне для моих задач его хватает здесь стоит данный момент 4 гигабайта оперативной памяти ddr 3 1600 у меня есть мысль расширить ее до 8 но пока это в планах то есть наверно если я найду оперативку я нибудь по дешевке я поставлю в принципе 4 гига ему хватает и проблем особых нету с этим связаны видеокарта здесь стоит она не встроена это geforce gt 620 м на 1 гигабайт и это чувствуется то есть данное устройство помимо того что я обычно ну для чего использую ноут это там лежа посмотреть сериалы также в случае если что-то с моим большим компьютером что была возможность была точка отсчет откуда можно его восстановить то есть где можно там записать образ нам для восстановления и так далее ну или мало ли что то опубликовать там надо какое-то видео там хотя это можно из телефона сделать но тем не менее там что-то возможно немножко отредактировать в общем ну как запасной комп просто да у меня работа связана с интернетом с компьютерами то мне нужно два в любом случае и это уже реальные ребята полноценный ком то есть и предыдущие это все-таки был такой больше на полу нетбук этот уже еще раз говорю полноценный ноут для для просто для примера я вот установил world of tanks и мне стать это понадобится тоже для записи через тренировочные комнаты вы просто вот я запущу сейчас чтобы поняли то что это танки это ну и play да и сейчас вы увидите сейчас я фокус 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 то есть ну fps в районе 30 это причем еще не минимум это не минималки но здесь можно настройки поменьше сделать и тогда фреймрейт будет где-то под 50 стабильные держаться тут у меня дальность матрисовки максимальная стоит так далее ну это конечно как бы накладывать свои отпечатки но если говорю сделать все на минималке то будет играбельно вполне себе то есть 35 40 кадров он всегда будет держать но конечно другого просто что играть в танки с не максимально дальность отрисовки это так-то неправильно но в данной ситуации придется я к тому что даже танки на этом устройстве идут и играбельно еще раз говорю если все все вкрутить в минимум абсолютно это уже многом говорит естественно то есть в силу этого здесь давайте оставлю пока на фоне силу этого здесь и работают различные старые игры то есть спокойно там ну то тоже тот же call play 2 я вчера грит установил гонки еще там кое-что ну то есть в принципе если не брать последние какие-то игры до современные то там все что выходило до 2010 года на нем довольно спокойно идет вот это любопытно я конечно ну не не то чтобы геймер куда но имеется ввиду я кто-то может не поверить но я выиграть довольно мало играя в основном пока только для видосов для канала но тем не менее иногда знаете позалипать какую-нибудь старую игрушку довольно интересно вот может быть стартежку какую-нибудь или еще то есть данный компьютер вполне себе можно назвать игровым но естественно не для современного геймера то есть для такого олдскульщика подойдет идеально еще раз говорю все что до 2010 года выходила там ну идет довольно спокойно я запускал даже crisis к сожалению не догадался что удалил уже вот он даже даже crisis ребята и грабили на этом компе то есть довольно забавно в целом же могу сказать то что устройство довольно любопытная батарею держит хорошо несмотря на то что ноутбука этому уже два года у него есть небольшие косяки кстати вот здесь царапины мне как не человек объяснил я за за это дело я сторговал полторы тысячи сразу же человек типа дал типа корешу попользоваться тот залепил жвачкой в эпку потому что боялся что за ним наблюдает и я верю этой херне потому что очень характерные царапины по-другому их тут оставить довольно тяжело в целом больше никаких повреждений нету есть мелкие микро царапины здесь но это ноут два года был в использовании то понятно разбирается кстати он как это ни странно не через клаву меня это очень радует а терпеть не могу еще раз говорю ноуты которые разбираются через клаву клавиатура удобно реально практически полноразмерная большие кнопки очень удобно печатать все хорошо нет ничего лишнего очень не нравится нет ничего лишнего все только то что надо дальше значит так закрою зажигалки на этом закончится обзор конечно тут надо протереть еще ребята немножко есть разводы здесь но каких-то серьезных повреждений на крышке у него нету также могу сказать то что так хочу него сейчас спящий режим уходит видимо запущенными танками это не просто будет сделать так он ушел спящий режим запущенными танками ну естественно то есть просто мой старый ноут он надо было прямо захлопнуть чтобы он ушел спящий режим а у этого немного прикрываешь и уже такая вот байда есть ну просто так должен сейчас включится нет он включается только через кнопку прикольно кстати это даже хорошо потому что мой старый допустим он включался с любого нажатия то есть после закрытия этот видимо уходит как-то более более глубоко в сон скажем так ну давай живая живая братюня конечно надо понимать то что такие приложения говорю как танки для него а ну да то на она ну это уже проблема игры игра маленько повисла из-за того что я как бы завершил нужно перезапустить то есть в целом я покупкой доволен единственное вону первых тяжеловат то есть например вот если ты смотришь лежишь на диване на поставить себе его на пузо уже не вариант он тяжелый и он немножко греется ну если конечно сидеть просто в браузере там или смотреть кино нету если что-то запустить он греется можно себе поджарить пузо я не то чтобы фанат так делать но иногда вы нас со старым ноутом своим я так поступал вот этот уже не фанель так не проканает и он тяжеленький то есть он намного тяжелее но по-прежнему говорю компактность он в принципе с какую-то сохраняет и это для меня важно еще раз говорю это кстати от мыши беспроводной bluetooth этот ну поняли короче адаптер вот в общем ребята но вот в целом интересно еще раз говорю его основные плюсы это компактность он не совсем овощ то есть на нем можно поиграть даже в танки как вы видите в принципе да далее он при этом имеет жесткий диск большой емкости есть ssd для вот именно аварийного завершения какого-то чтобы как бы можно его закрыть и все что даже у вас было в оперативной памяти оно все сохраняется на ssd потом снова когда вы включаете снова в оперативку это довольно любопытная функция далее удобная клава до 10 неплохой экран в целом то есть ну мне хорошую углы обзора я сейчас показывать не буду но поверьте просто в целом устройство реально любопытная правда достался он не за 16 косарей это дороговато но просто ничего не было нормального больше на рынке я уже раздел видос где рассказывал что на авито сейчас полный трэш в целом этих денег он наверное все таки стоит потому что сейчас если вы попробуете купить новый ноут за такие деньги то вы ничего нормального не купите там везде будет 2 гигабайта оперативки везде будет hard на 150 или на 200 и будет полное дерьмо то есть поэтому у меня был единственный вариант это был в целом покупка я доволен данный ноут я думаю мне послужит я надеюсь что он не издохнет я еще наверно накачу на него 4 гигабайта оперативки чтобы было 8 ну как то чтобы не напрягаться вообще и будет совсем огонь но в целом устройство конечно непривычно после того ноута тот был гораздо меньше он был легче он был послабее да но надо куда-то двигаться двигаться вперед и уж просто брать новый ноут допустим такой же как старый ну я не видел смысла а 12 дюймовый ноут и к сожалению нормальные мощные не бывает это либо макбуки либо адские ультра буки там за 60 70 тысяч я не могу себе это позволить просто банально все ребята такой вот был микро обзор в целом устройство идеально нормальная я им вполне себе доволен спасибо за внимание пишите свои комментарии ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал всем до скорого всем пока